Ярослав, здравствуйте! Доброго дня! Рад приветствовать вас в студии «Соволмаш». В принципе, давно хотели с вами записать видеоролик, и я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно сегодняшнее общение. Вы как один из тех немногих, скажем так, медийных личностей, которые в свое время очень сильно помогли в развитии рекламной кампании проекта «Соволмаш». Вы это сделали одним из первых, и это действительно оказало очень сильную поддержку и развитие для проекта. Вот вопросов на эту тему будет достаточно много, но предлагаю начать с вопроса, а как же вы узнали все же о проекте, как познакомились, что заинтересовало? Была дружба с Ик-Сити, с владельцами завода Ик-Сити. Они смотрели мою поездку, хотел сказать, к Дуинову, к Шкондину. Заинтересовались, стало общение, возник проект «Двигатель Лиманского», и большое количество людей, благодаря прямому интернет-трансляциям, я сделал ставку много лет, когда увидел интернет, развитие интернета, и увидел, что это шикарная возможность взаимодействия, самого прямого взаимодействия с людьми, минуя посредников. То есть никакой редактор тебя не вырежет, ничего. Все, что хочешь, ты разговариваешь, а люди с обратной стороны пишут тебе комментарии. Вот, проект привлек сотни людей, помощников, и на площадке появился вот мужчина, который говорит, что то, как сейчас считают потери электроэнергии, не совсем корректно, что нету собственных проектных организаций в области электротехники. Ну, а я это прекрасно понимал, что страна валится, уходящее поколение, значит, уходит, и занимался тем, что выискивал таких людей, обращая внимание общества, сконцентрироваться вокруг как раз тех единиц, которые двигают цивилизацию вперёд. Вот, и сделал несколько сюжетов с Дмитрием Александровичем, в которых на цифрах показывает потери электроэнергии от момента выработки, передачи, эксплуатации, насколько неэффективна наша цивилизация. То есть, фактически заинтересовала именно идея изначально, и вот проблематика, которая связана с, именно, ну, можно сказать, энергетическим критисом. Постановка вопроса. Постановка вопроса, потому что я с детства слышал эту фразу, что мы все используем электричество, но никто не знает, что это такое. Даже анекдот есть, профессор спрашивает студента, что такое электричество, говорит, забыл. А Цыковский любил это повторять, говорит, забыл, говорит, какая трагедия для человечества. Никто не знает, а он знает. Вот, поэтому я находился в понимании, что то, чем мы пользуемся, кажется, что это какие-то отголоски того, что на самом деле есть. А знание сконцентрировано в головах единиц, а мы разобщены. Мы разобщены и не обращаем внимания, и введя эфиры с Андреем Евгеньевичем Кузнецом, как раз, что стремиться нужно к тому, что то общество, которое не в состоянии само производить интеллектуальный продукт, оно хотя бы в состоянии объединиться вокруг тех единиц, которые могут повышать качество жизни в тех или иных областях для тех, кто не может. Очень интересная идея. Действительно, я думаю, что она, в принципе, и движет весь проект вперед на сегодняшнего дня. Вот вы упомянули, что был создан некий прототип, а можно узнать поподробнее, о каком прототипе идет речь? Я думаю, наши зрители зададут этот вопрос в комментариях. Прототип колеса? То есть вы говорили о мотор-колесе или о чем? На базе мотор-колеса был сделан велосипед, который был представлен на выставке на Крымском валу в Доме художника. А, то есть мотор-колесо уже существовало, а создали, ну, скажем так, изделия уже готовые в виде велосипеда? Мотор-колесо, по-моему, тоже особо... Мотор-колеса не было. Было понимание, что можно сделать двигатель на этом принципе. Но не было... А во что это можно интегрировать? Тогда вот только-только первое было. Пришла идея, ну, давайте сделаем мотор-колесо. Но мотор-колесо просто так тоже нет. Поэтому появились люди, кто дали донора в виде рамы, аккумуляторов, а здесь сотворили именно вот мотор-колесо. Понятно. Хорошо, тогда отсюда возникает еще не менее важный вопрос. А почему поверили в жизнеспособность технологии? Почему поверили в то, что она действительно эффективна, существует? Ведь очень много в сети интернет, особенно, высказываний от различного рода экспертов, если можно так, собственно, выразиться, так как не подтверждены во многом эти заявления о том, что технология — это невозможно, так не бывает, так не работает. И все это, в принципе, противоречит существующим законам. Я здесь больше выступил как информационно-коммуникационный хаб. Поскольку у меня собственного ресурса финансового не было, от меня не зависело, поверил я, не поверил. Я фиксировал информацию и без купюр выкладывал ее в сеть интернет, чтобы люди, увидев, что это без купюр, могли наиболее полно, не ангажировано сделать вывод для себя, хотят ли они рискнуть, например. Ну, чтобы проверить. Потому что в науке нет такого верить-не верить. Нужны результаты опытов. Поэтому создали условия, чтобы люди друг про друга узнали. Владелец финансового инструмента сошелся с владельцем интеллектуального. Багажа, они скрестились, и на выход некий продукт получился. Для меня это был один из множества проектов по информационному сопровождению. И по прошествии лет, когда спрашивают, Ярослав, где твои результаты, я говорю, ну, один из самых знаменательных, адекватный автор идеи, Дуинов Дмитрий Александрович. Потому что есть авторы с потрясающими идеями, но, к сожалению, не всегда они ведут себя адекватно, могут выстроить партнерские отношения. Выстроив партнерские отношения, не в состоянии обеспечить прозрачность. Ну, множество фактов. В данном случае мы видим, что проект развивается. И та стратегия, которая выбрана, она привлекает внимание людей. И раз проект развивается, значит, люди поддерживают. Я полностью с вами согласен. Я думаю, что здесь будет интереснее узнать, скажем так, с начала старта проекта «Соволмаш» прошло уже определенное количество времени. Ну, довольно продолжительное, порядка трех лет. Вот как вы считаете, за эти три, даже с половиной года, что изменилось, были ли достигнуты определенные результаты, и оправдывает ли то доверие, которое изначально было, собственно, обращено на саму технологию, на сам проект, вот как раз то, что вы и сказали, ведение и построение бизнеса. То есть вот все ли движется в правильном направлении, и можно ли назвать то, что сейчас происходит, положительным результатом? Положительный результат однозначно. Единственное, мне видится, ну, и люди говорят, что по срокам большие затяжки. Изнутри, зная, какие были сложности с Алабушевым, как оформляются документы, как поле, где проросла трава, приравнивается уже к невозможности стройки, это все понятно, бюрократические моменты затягивают и снижают привлекательность проекта. Репутационные риски возникают, что, типа, слов много, деньги собираются, а где вот результат, это тоже сказывается. Тем более, что я, ну, подробности не знаю, но по отголоскам, которые были в интернете, которые Дмитрий Александрович озвучивал, что были некие анонимки, какие-то жалобы. Я просто с этим сталкивался, меня вызывали в отдел экстремизма, на меня пришли анонимки, по формальному признаку структуру должны отрабатывать. Вызывают, ведут протоколы, допросы. Это все на репутацию, конечно, сказывается. Но то, что создана студия, не только студия, студия как инструмент поддержки прямого взаимодействия с акционерами, потому что здесь не только зрители, которые смотрят и могут оставить комментарии или не оставят, вы с огромным количеством людей вошли в финансовые, юридические договоренности, которые несут определенную и ответственность, да уголовную вплоть до ответственности. И здесь важно, чтобы было ощущение легкости и радости бытия от взаимодействия. А такое возникает тогда, когда все прозрачно. Ну, в подавляющем большинстве. Ты даже можешь ошибиться. Как я часто говорю, бывает лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Поэтому если ты видишь, что цели правильные, инструменты правильные, но по какой-то причине произошел какой-то форхмажор, ты даже можешь простить убытки и не держать зла и списать эти убытки как непрофильные, допустим. И другое дело, когда убыток незначительный, но ты понимаешь, что тебя сознательно привели в какое-то мошенничество, и ты будешь недовольны и справедливо недовольны. В случае, вот, Дмитрий Александрович, с вами я вижу, что вы максимально открытые, прозрачные. Всех, кто желает приезжать, снимать, вы всех принимаете. То есть не видно никакой двойной или подковерной игры. Единственное, у зрителей возникает вопрос, почему Китай начал выпускать двигатели Дуйнова, для чего сейчас собственные производства, на что я ответил, что Дмитрий Александрович, во-первых, позиционируется, что он создаёт конструкторское бюро. И я отвечаю тем, кто задаёт мне такие вопросы, почему именно конструкторское бюро, потому что неважно, что Китай сейчас начал производить. Имея конструкторское бюро, ты постоянно можешь работать на опережение. В том числе. Ну, как правило, зная, как устроен рынок, что конкуренты у тебя так или иначе будут, ну, не воровать, а подсматривать промышленный шпионаж, подсматривать твои технологии, ты всё равно должен всегда работать на опережение. Поэтому вот эта идея создания конструкторского бюро, она меня и захватила. Когда Дмитрий Александрович рассказывал, что его задача не просто создать бизнес, как люди приходят, вот у меня есть бизнес-модель, денег заработаем, давай вот это типа продвигать. Я говорю, ну, дело хорошее, конечно, но я более глобальным занимаюсь. А конструкторское бюро, а тут, конечно, огромные горизонты. Потому что номинального количества электродвигателей там много тысяч единиц, где применяются электродвигатели. Даже если посмотреть так, за 2013 год, вру, за 2023 год планируется порядка 10 миллиардов двигателей в выпуск по году. То есть это при условии того, что парк двигателей на сегодняшний день, общемировой, асинхронных именно двигателей, он находится в очень изношенном состоянии, плюс новые усложнения требований по техническим, по экологическим стандартам и так далее. То есть тоже все это говорит о том, что нужны новые решения, и в предыдущем он невозможно большой. Вот, а поскольку по одной из образований у меня менеджмент, я прекрасно понимаю, что делают мировые корпорации. То есть задача мировых корпораций, ну и вообще тех, кто стремится к лидерству, это загасить конкурента, желательно на этапе еще взлета. Поэтому развал страны у нас это что? Это нарушение преемственности поколений. То есть те люди, которые работали в СССР и были в области междисциплинарных работ, не имея возможности передать что-то, значит у нас будут только сборочные производства. А Дмитрий Александрович замахнулся именно о создании собственного проектного бюро в то время, когда я понимаю, что у нас нету разработчиков. Кто у нас разрабатывает электродвигатели? С этим довольно сложно. У нас нету определения, что там магнетизм, гравитация, сильное и слабое ядерное взаимодействие. Электричество, соответственно, построение электрических машин происходит на тех догматах, которые были там в начале века, прошлого века. Вот, поэтому поддержал Дмитрий Александрович как раз именно, что смотрят глубоко вперед, что не имея собственной проектной базы, а проектная база может быть только на собственном понимании физики процессов, о чем Дмитрий Александрович не особо любит разговаривать, говоря о том, что он многое знает, но не все может афишировать. Поэтому занялся абсолютно прагматическим сегментом рынка, где огромная номенклатура и где-то постоянно можешь быть впереди в определенных позициях, являясь лидером. И это отличная тема. Полностью с вами согласен. Вот тоже упомянули про производство двигателей в Китае. Тут сразу дам некий комментарий. На самом деле производством двигателей в Китае занимается партнер Виктор Арестов, компания СПП Вайхай. И фактически он работает как лицензированный обмотчик по соответствующей лицензии. То есть те двигатели, которые производятся, они построены на базе модернизационного потенциала уже существующего двигателя. Там заменены обмотки классические на совмещенные. И фактически с разработкой нового двигателя под требования заказчика это не имеет ничего общего. И опять же выпуск этих двигателей идет мелкой партией. Это очень мелкосерийное производство конкретных типов габаритов двигателей применительно к электротранспорту в основном. Поэтому, собственно, говорить о том, что в Китае уже есть какое-то полномасштабное производство, но это тоже не совсем корректно. И тут же опять действительно вы правильно сказали, что задача Совалмаш – это коммерциализация, точнее получение прибыли за счет коммерциализации технологий совмещенных обмоток. И самая маржинальная, самая правильная стратегия – это именно создание проектно-конструкторского технологического бюро. И если смотреть в двух словах, опять же, полный цикл работы с потенциальными клиентами, то продается не конкретная партия двигателей, а продается разработка с необходимой документацией, с автоматизированной производственной линией, с помещением, с мощностями, с обученными кадрами и с необходимыми, опять же, документами. Поэтому фактически, приобретая у будущего проектно-конструкторского технологического бюро разработку двигателя, потенциальный заказчик получает кнопку, при нажатии на которую начинает выходить серийное производство двигателей. Это действительно глобальная задача. И если учитывать, что, как я уже говорил, экологические стандарты усугубляются, и это действительно правильно и хорошо повышается, КПД двигателей и так далее, уменьшается потеря электроэнергии, то технология совмещенных обмоток позволяет производить двигатели класса экологического ИЕ-4 в корпусе двигателя ИЕ-1, которая заведомо меньше. Насколько мне известно, на сегодняшний день ни одна мировая компания больше этого сделать не может без подключения дополнительного сложного охлаждения, которое порой, сама эта установка будет выглядеть больше двигателя. То есть, как бы, действительно есть что делать, как делать, и я так предполагаю, кому. И одновременно с этим всё-таки мы видим и понимаем, что на планете существуют определённые лоббисты, которые могут либо использовать какие-то технологии, либо не использовать. Поэтому тот пример объединения людей под коммерческий проект, мне видится, что это аналогия дальнейшей активизации и общественно-социальных процессов. Дмитрий Александрович не особо любит политику или в политику, и как руководитель, может быть, он и не должен ставить под угрозу существование проекта яркими и громкими политическими лозунгами. А вот люди, которые находятся внутри проекта, я, как ваш информационный партнёр, считаю, что имею право обратить внимание и сотрудников, и Дмитрия Александровича, благодаря этому видео, и всех участников проекта, что это тренировка наших социальных активностей. То есть, почему ваш проект получил финансирование, а другие не получают финансирование? В первую очередь я указываю на глубокую компетентность именно автора проекта Дмитрия Александровича Дуйнова. То есть, если Дмитрий Александрович сам лично досконально не разбирался бы внутри, проект не пошёл бы. То есть, описывать, понятно, носитель идеи, высококомпетентный специалист. И поверив в это, люди, поверив в компетенцию, убедившись в компетенцию, люди поверили, что выводы, которые говорит этот эксперт, верны, потому что сам человек не может разобраться в этом. Мы слушаем эксперта, и по косвенным признакам можем в интернете проверить цифры, статистики, это-это, из этого сделать какой-то дальше вывод. Мы увидели, что объединение позволило совершить большие преобразования, то, что происходит сейчас внутри компании, и коммерческий проект переложить на социальные процессы. То есть, какой бы хороший бизнес-проект один какой-то не был, но всё равно жизнь на этом не зацикливается, не останавливается. Мы живём в обществе, общество в среде, мы хотим развивать среду и смотреть, каким образом то, что произошло, социальное объединение, перевести в социальное поле. Ну, это то, чем глобальная волна ваша занимается. Скажем так, определённые есть точки соприкосновения, поэтому это действительно очень хорошо. Призывать голосовать за того или иного кандидата я не буду, чтобы не делать вас неловко, и этот кандидат ещё не проявлен, это кандидата будущего. А вот мечта, что стремиться к идеальному, справедливому обществу, ну, пока общо, пока так возьмём, это здоровое намерение и прекрасное, мне кажется. Полностью с вами согласен. Спасибо большое за этот диалог. Вопрос о зрителе есть, можно? Конечно. Спрашивают, производите ли вы сейчас какие-то двигатели на собственном производстве, что можно купить в диапазоне от 600 до киловатта? От 600 ватт до киловатта. Я предлагаю сделать более правильно, и для того, чтобы не дезинформировать наших зрителей, после того, как наш диалог с вами завершится, мы вставим видео с нашим техническим специалистом, и я думаю, он ответит на этот вопрос так, чтобы ни у кого не осталось, собственно, никаких сомнений. Ну, мой вопрос записан, а ответ вы сможете тогда специалистам выразить. Да, да. Да, конечно. Я думаю, это будет правильно. Да, да. Компания Savalmash занимается разработкой электродвигателей, а не их производством. Тем не менее, на сайте компании в разделе «На реализацию» представлены опытные образцы двигателей на продажу. Для того, чтобы ознакомиться со списком, перейдите в соответствующий раздел сайта. Также вы можете обратиться к лицензированным обмотчикам. Для этого вам необходимо посетить форум обмотчиков двигателя my4.ru. Все необходимые для этого ссылки есть в описании под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok